Здравствуйте! Сегодня 3 марта на часах 20.19 и телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. У нас в студии начальник управления образования Ленинского муниципального района Дмитрий Владимирович Волков. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Добрый вечер! Я знаю, что вы только что вернулись с рыцарского турнира. Мы тоже там были со своей съемочной группой и готовы показать нарезку тех кадров, того, что происходило. Это будет без закадрового текста корреспондента. Вы увидите все, что там было живьем. Небольшая такая нарезка. Прошу вывести ее на экран. Мне нужна черная гелевая ручка и паспорт. Зажигай, звезды в небесине. Зажигай, сделано в России. Спасибо, два, что вы, и все спасибо, дрались. Строго небеса, последний в своей жизни. Спасибо за глаза, за преданность к жизни, за чистые сердца. И акцентную участнику номер 4, Катасонову Илья Ивановичу. Ни за что на свете. Ни за что на свете. Ни за что на свете я не смогу обидеть родного для себя человека и любимого для себя человека. Каждый человек сам кузнец своего счастья. Я не ожидала. Я думала, что будет хорошо. Но чтобы так хорошо, это невозможно. Победителем, финалистом нашего уже 20-го конкурса Ленинского муниципального района Рыцарь, глава стал Илья Катарин. Ну вот мы сейчас увидели, как глава района объявил имя победителя, рыцаря 2016 года. Дмитрий Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, какой год этот конкурс уже проходит в Ленинском районе? Какие в этом году участвовали команды, от каких школ? Ну и ваши впечатления, вы же тоже присутствовали и все видели. Ну мы буквально, вот я приехал с пылу жары, как говорится, с той площадки, с той очень позитивной площадки, с позитивной энергетикой. И могу поделиться впечатлениями о том, что это было здорово. И хочу еще раз всех поблагодарить и весь учительский блок, потому что я знаю, как они активно принимали в этом участие. И воспитательный блок, и классные руководители, и сами директора школ. До финала дошли у нас 4 школы. Это наш ВХТЛ, ВИДНовский художественные технические лице, это пятая школа, ВИДНовская, седьмая и девятая. Мне приятно, что именно Рыцарь года, это связано с теми ребятами, которые у нас заканчивают школу. Это наш выпуск. И вы все прекрасно видели и слышали о том, что в этот раз победителем и Рыцарем года 2016 года стал у нас Катасонов Илья. Это ученик 9-й ВИДНовской школы. Это впервые произошло. И мы, конечно же, с удовольствием всех их поздравляем. Я особо могу сказать, что у меня отдельные слова и благодарности заместителю директора, это Морозова Ислана Николаевна. Я знаю, какое она отношение уделяла и уделяет детям. Я знаю, насколько она была рада этим событиям, связанным с Рыцарем годом. Ну и в целом, конечно же, хочу их всех поблагодарить за такое замечательное событие, на котором мы сегодня имели честь присутствовать. Мы только не сказали, что этот конкурс юбилейный. Абсолютно правильно. Начиная с 96-го года традиционно каждый год проводится этот конкурс. И, конечно же, мы сохранили традиции, да, добавляя определенные свои креативные какие-то вещи, потому что в этом году такое у нас было направление, назывался он «Очевидное, невероятное». В том числе наши рыцари импровизировали с такими замечательными и выдающимися людьми, как Циолковский, Попов, Мичурин и Калашников. Это было очень здорово. Ну, завтра в телевизионном выпуске новостей мы расскажем о том, как проходил конкурс. Может быть, мы покажем вам интервью и самого победителя. Все увидите, смотрите, обязательно будьте с телеканалом «Видное ТВ». А сейчас вы сказали, что вы очень довольны, как выпускники, а именно в рыцарском турнире сегодня сражались выпускники школы, справились с заданием. А какие вот испытания их ждут уже в самой общеобразовательной программе, вот как выпускные классы? Что будет, к чему готовится и какие новшества, может быть? Ну, помимо рыцарей наших, конечно же, у нас в этом году, и не нужно об этом забывать, буквально уже на пороге единый государственный экзамен. И мы начали эти уже испытания. И я могу с уверенностью сказать, что мы достойно уже проходим эти испытания, потому что прежде чем получить допуск к единому государственному экзамену, непосредственно нужно будет написать сочинение. Вот с 1 декабря наши все выпускники Ленинского муниципального района писали эти сочинения и практически сдали с первого раза. Я говорю, практически, всего лишь со второй попытки в феврале у нас один ученик, он также сдал, и поэтому все у нас дети, 571 выпускник этого года, допущены до единого государственного экзамена. Это второй год подряд, так, сочинение для допуска или первый год? Нет, это второй год подряд, дается три попытки, но мы как раз-таки в большинстве своем все сдаем с первого раза. Ну, из-за исключения того, что сказал вот у нас один ученик, но это такая небольшая погрязность, и то мы с удовольствием, еще раз говорю, прошли эти испытания. В целом, если говорить про единый государственный экзамен, или как правильно называется, государственная итоговая тестация, если мы говорим про одиннадцатый класс, то это единый государственный экзамен. ЕГ и ГИА? Нет, ГИА – это государственная итоговая тестация. Она бывает в двух формах. Одиннадцатый класс – единый государственный экзамен, а в девятых классах бывает так называемый ОГ, общий государственный экзамен. Либо ГВ – государственный выпускной экзамен. Как правило, государственный выпускной экзамен связан с детьми в ограниченных возможностях здоровья, то есть с ОВЗ. Но в целом, еще раз говорю, в ЕГЭ в этом году, и меня это радует, практически никаких изменений нет, в основном у нас такие значительные изменения были в том году, в этом году все стандартно отработано, также мы начинаем в своих пунктах приема экзамена принимать эти экзамены, а вот уже в девятых классах государственная итоговая аттестация в виде ОГЭ, там значительные изменения, там идет определенная аналогия, как и с ЕГЭ, также добавляется, если мы говорим про иностранный язык, будут два направления, это письменно и устно, говорение так называемое, в дальнейшем будут значительные изменения и добавляется у нас четыре обязательных экзамена, если раньше это был русский и математика, то в данном случае это будет четыре экзамена, и если мы говорим про шестнадцатый год, то это такой будет пробный год, то начиная с семнадцатых, восемнадцатых годов будут добавляться и до девятнадцатого года, в девятнадцатом году уже будет шесть обязательных экзаменов у девятиклассников, и результаты этих экзаменов, я уже сказал, за исключением шестнадцатого года, будут непосредственно отражены в аттестате, а остальное в принципе остается без изменений. Ну, ребятам есть еще время подготовиться к государственной аттестации, потому что она будет только в июне, насколько я понимаю, готовьтесь, учите, читайте, и я думаю, что все у вас получится. А следующий сюжет, я бы хотела, следующий вопрос, я бы хотела, ну, предварить небольшим сюжетом, давайте посмотрим его. Шестилетняя Дарья с гордостью рассказывает о своих успехах в подготовке к школе. В сентябре ей будет уже ровно семь, и она сядет за парту Видновского художественно-технического лицея. Выбор на учебное заведение вполне случайно, во-первых, рядом с домом, во-вторых, наша маленькая героиня, человек творческий. Плету из резиночек, рисую, делаю оригами. Открытие электронной записи ждали, говорит папа Даши, Дмитрий. Ждали и волновались, все ли пройдет гладко, но переживания были напрасными. Дождались моменты, когда началась запись, записались, через 20 минут я понял, что все, все документы заполнены, пришло письмо, то, что заявление принято. Если речь идет о школе по месту жительства, для беспокойств нет повода. Принять обязаны, главное предоставить документы, коих, впрочем, совсем немного. Здесь же буквально копия свидетельства о рождении, заверенная, и копия документа о регистрации ребенка по месту жительства. Переход на новую систему, считает Дмитрий, оправдан временем. Давно пора забыть про очереди и бумажки и сделать естественным оформление любого рода документации в три клика, не выходя из дома. Пам, ты записал? Уже записываю сейчас, отправляю. Теперь Дарья спокойно может готовиться к школе и быть твердо уверена, там ее уже будет ждать собственная парта. Татьяна Брылова, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну, мы как видели в сюжете, что очень многие ждали появления именно электронной очереди. Вот о семье Кудиновых это оказалось очень удобно. Я хочу спросить, все ли справились с нововведениями, осталась ли очередь, как раньше было, по старинке? И вот удобна ли такая форма работы именно для школ и для управления образованием? Ну, могу сразу сказать, что у нас родители сейчас очень современные. Мы живем в век интернет-технологий. Конечно же, к нам поступало много обращений по записи в электронном виде. Всегда нас сравнивают с учетом того, что мы около Макадия с Москвой. Там это уже давно применяется. Мы, конечно же, когда вводился этот проект, в обязательном порядке подавали свою заявку и выступали в роли того, что мы очень хотим пойти по этой линии. И на самом деле из 68 муниципалитетов Московской области были определены 8. В том числе и наш любимый Ленинский район. Мы стали пилотной площадкой. Мы стали в авангарте. Да, и первые пошли. Это в том числе и отслеживалось по результатам наших IT-технологий. Так называемый наш школьный портал, где есть процесс заполнения, шел срез с Министерством образования. И мы попали в тот рейтинг, который позволял нам в том числе быть пилотной площадкой. Конечно же, это удобно. И удобно с той точки зрения, что мы сразу видим всю картину, в части даже распределения в дальнейшем, что будет происходить после 1 июля. А что я имею в виду? Запись у нас началась с 1 февраля. И по 30 июня подаются заявки только тех детей, где есть определенное крепление школ за микрорайонами и за определенным адресом. Но начиная с 1 июля по 5 сентября, вне зависимости от того, какой микрорайон, можно подать документы в любую из школ. Также по электронной очереди. Такая же схема? Абсолютно правильно. Такая же схема. Вы через портал государственных и муниципальных услуг. Более того, ссылки есть и на сайте управления образования, и на сайте самих школ. Очень удобно. Заходите, есть определенные формы, которые нужно заполнить. Это и заявление, это и пакет документов, начиная от свидетельства о рождении, указываете адрес, снилс. То есть определенный перечень. На всю эту процедуру в целом по совокупности и в части вынесения решения о зачислении ребенка в первый класс отводится максимум 10 дней. То есть подали заявление, в течение трех дней рассматриваете и приносите документы. В дальнейшем школа и комиссия смотрят и в течение максимума 7 дней выносятся решения о зачислении ребенка в первый класс. Ну, сейчас пока еще подаются заявления, и это продолжится до июня. Ну, я могу сказать, да, конечно, это продолжается сама запись. И вот на сегодняшний день, я вам не скрываю, вот я специально зашел, посмотрел, у нас мы план держим 1300 первоклашек, хотим в этом году принять. Вот 887 заявлений у нас подано в первый класс. Дмитрий Владимирович, а как быть с теми, ну, кто не любит по интернету ничего делать, а хочет написать заявление от руки, принести, куда это принести, в школу или в какой-то кабинет в управлении образованием? И вообще осталась ли эта возможность-то? Ну, знаете, кто очень любит свою рукописную деятельность или значимость в жизни, это же не запрещается. Можно написать, но все равно нужно прийти в управление образованием, в наш школьный отдел, отдел общего образования, и там помогут все это сделать. Вам помогут встать на электронную очередь? Да, никаких проблем нет. Определенный пакет документов, там же все это можно будет сделать. Давайте продолжим тему школы, именно записи в школе, потому что у нас есть два учебно-образовательных учреждения, это прогимназия и гимназия. Они не закреплены по территориальному признаку. И раньше вот именно в гимназию существовал некий ажиотаж, чтобы туда поступить с первоклассником, стояли очереди в ночи, но все помнят. В этом году, насколько я понимаю, у них тоже электронная очередь. Вот каким образом она осуществляется в школы, которые не приписаны к адресатам? Вы правильно сказали, это два наших образовательных учреждения, которые имеют определенный статус и не имеют четкого закрепления за конкретным микрорайоном. Соответственно, там вы все прекрасно понимаете, определенный статус, определенные программы, определенные условия, определенное и, конечно же, качество образования. Но могу сказать по этому году. Мы не видели тех очередей, тех ночных историй, которые в свое время сопровождались разными, в том числе и комментариями. В данном случае касалось и Вильновской гимназии. Все находились в равных условиях. У всех были одинаковые шансы. Почему говорю шансы? Потому что, конечно же, гимназия, она имеет свою историю, имеет свои достойные результаты. Там пять стобальных результатов, если даже сравнивать с прошлым учебным годом. Желающих, конечно же, много. У нас более двухсот, подчеркиваю, двухсот желающих было записаться в Вильновскую гимназию. К сожалению, в этом году мы набираем три первых класса по 25 человек. Все находились, подчеркиваю, еще раз говорю, в равных условиях. И 75 детей мы набрали. Более того, я могу сказать, что ко мне поступают вопросы о том, что, может быть, открыть еще один первый класс. Пока такой необходимости нет. Почему? Потому что, чем я сказал, удобен школьный портал. У нас план 1300. А набрано всего лишь пока 887 первоклассников. Вот будем смотреть на эту всю историю, но, подчеркиваю, на сегодняшний день такой необходимости пока нет. А я вот, например, сейчас хотела продолжить такой вопрос. У меня был подготовлен, что статистика показывает, что первоклассников все больше и больше, что возникает дефицит мест, и, соответственно, у нас от этого и вторая смена, и большие классы. Нет, вы абсолютно правы. И мы будем, опять же, уже смотреть, наверное, после 1 июля, ближе к 1 сентября. Потому что, может быть, не все родители знают о том, что можно через школьный портал записаться. Все родители, в большинстве, может быть, также есть и привычка в самый последний момент. Потом есть те, кто связаны с новыми микроэнами, это тоже не нужно снимать. Это связано с контролем и с регистрацией их, и о том, что переезды, все это осуществляется. Мы это также контролируем. Но в целом, вы правильно заметили, у нас динамика по первым классам, она есть. И в целом по контингенту детей в школах. Если, к примеру, я приведу статистику, в 2013 году у нас было в школах детей 10 800, то на сегодняшний день их уже 12 500. То есть это в плюсом сверху, с учетом выпуска и приема. Тогда я продолжу свой вопрос. Каким образом нам выполнять наказ губернатора о ликвидации второй смены? Хороший вопрос задаете, потому что это задача, которая поставлена и президентом Российской Федерации. Но на федеральном уровне там задача связана и с третьей сменой. Есть такие субъекты. К счастью, в Московской области у нас нет третьей смены, у нас есть вторая смена. Губернаторам в послании обозначена и поставлена задача, которую мы должны решать. Это ликвидация второй смены к 2020 году. Мы в целом проработали этот вопрос на территории Ленинского муниципального района. У нас разработан план мероприятий, или как сейчас принято говорить, дорожная карта. И мы при тех позициях, которые мы обозначили, планируем к 2018 года выйти в односменный режим обучения. Если в целом говорить о статистике, которая у нас сейчас есть, о чем я говорил, там из 12,5 тысяч, у нас сейчас порядка 13%, это небольшой процент, 1600 детей всего лишь занимается во вторую смену. Если говорить это конкретно про школы, то их 8 из 18. Семь – это городское поселение, видное. Самый населенный был. И одна у нас есть сельское, значит, это сельское поселение Володарское. Володарская наша школа. Но, опять же, подчеркиваю, что у нас не просто дорожная карта на бумаге. У нас есть уже четкие действия. В чем они заключаются? Сельское поселение Володарское. Школа, которая на самом деле там порядка 276 детей сегодня занимается во вторую смену. И вопрос очень остро стоял, но мы не просто уже там отработали проект. В данный момент на площадке уже ведется строительство школы на 600 мест. Это в Володарке. Работы у нас начаты где-то в начале декабря. И сейчас идут подготовительные работы, уже идет непосредственно рытье котлована. И мы рассчитываем, что к концу года мы постараемся ввести школу в эксплуатацию. Это в сельском поселении Володарского на 600 мест. Ну, расскажите еще и о других стройках. Много же их. Если, ну, у нас очень много. И про садики тоже. Конечно. Давайте затронем эту тему. Обязательно, значит. Если говорить про видное, о чем я говорил, 7 школ, то здесь я хочу отметить, что перед нами также были поставлены задачи и главу Ленинского района, Олег Владимирович Махромов, на тех итогах и на том отчете, который он проводил 26 февраля по результатам работы за 2015 год. И перед нами стоит задача в этом году ввести в эксплуатацию как минимум 5 школ. И из них, вот как раз, я говорил, очень важные школы. Буквально вот одну из них мы 22 февраля инспектировали. Это школа в Тарычево на 600 мест. Она вот буквально рядом здесь. И она в хорошей степени готовности. Можно перебить на секунду? Потому что вопрос от телезрителей. Нас здесь спрашивают, сдадут ли в этом году школу номер 10. Это вот не эта ли школа будет номер 10? Ну, я как раз сейчас об этом хочу сказать. Нет, в Тарычево мы, как раз таки, школа будет под вывеской номер 2, потому что рядом находится вторая школа. Вторая школа имеет вторую смену. Рядом находится первая школа, которая также имеет вторую смену. У нас все шаговые доступности. И с учетом того, что также сильный коллектив во второй школе, мы планируем вот такую сделать определенную консолидацию, что и позволит разгрузить, в том числе, у нас первую и вторую школу. И в дальнейшем, набирая в первый класс по микрорайонам, рядом в шаговой доступности есть микрорайоны, которые закреплены и за пятую школу. Если говорить в целом идти дальше, у нас мы начали стройку, большая стройка, она практически больше сам, чем здание видновского художественного технического лицея. Это пристройка на 300 мест к лицею. Что опять же осуществляется, конечно. В лицее также у нас порядка 300 детей занимаются во вторую смену. И мы тем самым распределим детей и в части микрорайона, и из пятой, о чем я говорил, и ликвидируем вторую смену в лицее. Ну и самое важное, я считаю, и наиважнейшая стройка, это строительство школы номер 10 в шестом микрорайоне. Вы буквально, наверное, также смотрели прямой эфир, был губернатор буквально в прошлый четверг, где и руководитель компании Мортон заверил, что к первому сентября 2016 года эта школа будет сдана. Сейчас на самом деле работы активизировались. Мы инспектировали эту школу, и могу сказать, и 5 марта мы также будем инспектировать в еженедельном режиме и глава района. Мы совместно с строительным штабом отрабатываем эти вопросы. Но 10-я школа, почему, говоря, важная? Потому что она сразу позволит нам снять вторую смену и в 4-й школе, и в 9-й. Тем самым, если в целом смотреть, о чем я говорю, мы построим школу в Тарычево, которую к 1 сентября мы сдадим, 10-ю, вот эти две школы, в том числе и видновские художественные технические лицеи, пристройка на 300 мест, позволят нам практически свести на нет вторую смену. И в рамках этих планов и мероприятий мы к 2018 году планируем выйти на достойные результаты, тем самым выполнять и поручения губернатора Московской области Андреевича Воробьева, и, конечно же, выполнять указные показатели. Ну, а о садиках? Что у нас с очередностью? Стоят еще? Нет, по садикам у нас в этом году, я в данном случае имею, конечно, учебное, если говорить за финансы, у нас прорыв. Впервые в истории мы сдали 5 детских садов, такого никогда не было. Максимум было у нас 2 детских садика. Это 60 мест дошкольное отделение в Измайловской школе, где исторически никогда не было садика. Это, конечно же, мы капитально наконец-то отремонтировали всегда, начиная с момента покупки этого здания на садовой, бывший коксогазовский садик «Ручеек». И 3 детских садика мы новых сдали как раз-таки в Тарычево на 150 мест, «Яблонька» 19. Мы сдали и ввели в эксплуатацию, там сейчас уже дети ходят, детский садик номер 2, это в Ермолино, «Колобок» на 220 мест. И «Золотой ключик» у нас также на улице Фокина находится, на 120 мест, 6-й детский садик. То есть вот 5 детских садов. Если говорить про задачи, о чем я говорил, как я обозначил, глава перед нами, мы в этом году с учетом реконструкции строительства должны сдать 9 детских садов, подчеркиваю. Это, если даже хотите, я могу по поселениям сказать, это, конечно, детский сад в Горках на 80 мест строительства. Это реконструкция детского садика на 80 мест в Володарке, Пчелка. И рядом строительство детского садика, Володарка, активная фаза строительства у нас началась. И рядом строительство детского садика на 230 мест. Это окончание реконструкции детского садика «Кораблик». Очень важное, потому что мы на самом деле в 2015 году очень сильно боролись с теми нерадивыми подрядчиками. И сейчас в судах выигрываем те неустойки, которые они должны будут заплатить. Но сейчас процесс выровненный. У нас зашли хорошие субподрядчики, организации, которые строят и реконструируют. Ну и детский садик обязательно будем реконструировать. 45-й после окончания реконструкции. Также в развилке, значит, сказка. Если говорить про видное, это реконструкция детского садика «Ромашка». Она уже идет. Это реконструкция детского садика «Малыш». Также Кукса-Газовский, который стоял 4 года, в принципе, бездействовал. И мы должны еще также сдать два новых садика. Один в сельском поселении Молоковское. Очень важный садик. Для нас он нужен. Там всего лишь один детский садик. 20-й у нас «Василек» на 128 мест. На «Мордея-Групп» в Новомолоково. И я думаю, что в хорошей степени готовности он уже и там работы ведется. Мы к концу мая, может быть, если получится, на День защиты детей откроем детский садик в Бутово на 340 мест. Вот так вот 9 детских садов мы планируем в этом году вести. Ну, если вы сейчас говорили, что 5 цифр грандиозные, то тогда на фоне 5-9 кажется нереалистичной даже. Да. Ну, и в целом, конечно же, это позволило, вы правильно поставили этот вопрос, практически свести к нулю очередность с 3 до 7. Что я говорю «практически», потому что есть понятие «актуально» и «очень неактуально». Мы в этом году выдали 3543 путевки. Если вам сравнивать прошлый год, то их было всего лишь 1800. То есть практически… В два раза получается. Плохо с математикой, видимо. Но в целом, осталась лишь та актуальная очередь. Есть такие родители, там порядка 90 путевок. Это те, которые хотят именно в тот садик, который они хотят. И готовы ждать. Готовы до 1 сентября, конечно, подождать. А так в целом, кому до 1 января исполнялось 3 года, мы эту ситуацию решили. Дмитрий Владимирович, а я хочу вас вернуть обратно от разговора к садикам, к школе, потому что есть еще одна обсуждаемая тема, и она резонансна на территории всего Подмосковья. Губернатор области предложил на областном школьном портале обсудить режим работы школы. К нему обратились родители. Пять дней или шесть дней должны учиться. Потом вынесли этот вопрос на областное родительское собрание. И я знаю, что также проходят диалоги на эту тему и у нас, Ленинском районе. Но для начала мы сделали опрос. Я предлагаю послушать, что думают жители города Видное. А можно ваше мнение, вот как вы считаете, лучше пятидневная учебная неделя или шестидневная? Пятидневная, потому что можно куда-то съездить с детьми. Все, пятидневная неделя. Мы за это боролись в гимназии. У меня сын ходил, потому что начиналась шестидневка. А у нас музыкальная школа, специальность. Ну, многие же дети куда-то ходят серьезно. Специальность в субботу. И куда-то в театре ездят, куда-то на выставке. Я считаю, что пятидневная. Дети больше отдыхают, где-то спортом заняться. Да вообще-то с пятидневной лучше, конечно. Чтобы дети отдыхали два дня. Если у родителей будет пятидневная, конечно, у детей лучше пятидневная. Но это нагрузка на детей, все ли выдержат это? Ну, лишний час быть в школе тоже, наверное, тяжело для детей. И так дети чумовые. Они так в планшетах, детства-то у них нет, в принципе. Мы только за пятидневку, как раньше. Ой, да у меня что-то учеников еще нет. Ну, наверное, пятидневная. Я думаю, есть племянник. Правда. Думаю, что пятидневная. Я все-таки за пятидневную. Скорее всего, лучше пять дней, даже с учетом того, что я в гимназии. Потому что проще сделать восемь уроков, за пять дней отучиться. И спокойно, выходные отдыхать. Ну, лучше пятидневная. Чтобы, да, два дня дети могли отдыхать. Ну, тебе задают в субботу уроки, и за один день, ну, отдохнуть как-то нельзя. Ну, потому что выходные. Так что лучше отдыхать. Ну, небольшая, конечно, выборка для социологического исследования, но, тем не менее, мы услышали только про пять дней. Что скажете вы? Ну, на самом деле, вы правильно заметили, у нас 8 декабря было областное родительское собрание, где четко обсуждались режим работы школы, режим реализации учебных программ, пятидневные либо шестидневные. Мы также 26 февраля, буквально на прошлой неделе, на базе пятой школы провели совместно с учительским сообществом, с родителями, в целом, такую же тему обсудили, пятидневный или шестидневный. И параллельно провели опрос по школам, и могу сказать, более 80% высказалось, конечно же, за пятидневный режим обучения. Ну, я думаю, что это очевидно, и можно по-разному на это смотреть, хотя и были, и вставали такие же родители, и говорили, что вы вообще нам задаете этот вопрос, если мы пришли в школу, мы должны прекрасно понимать, где это вам доверять, как вы все-таки учителя. Но я считаю, что все равно, конечно же, нужно сообща, коллективно, консолидированно обсуждать все вопросы, которые интересуют или стоят сегодня на повестке дня, и перед родителями, и в том числе спрашивать у детей нужно обязательно. И мнение, конечно же, в конечном итоге принимает сама школа. Если говорить про нашу школу, про режим обучения в Ленинском районе, то мы при этом, конечно же, должны понимать определенный момент. О чем я говорю? Вот мы прекрасно все видели в репортаже, значит, связанные вопросы с Видновской гимназией. Видновская гимназия имеет особый статус, особые программы, которые, конечно же, в своем, в принципе, и результате дают свой положительный эффект. Там качество и выше, там 100 бальников больше. Если реализовать там пятидневный режим обучения, то, конечно же, это будет связано с тем, что будет больше уроков в пять дней, и мы выйдем за нормой с Анпином. Сейчас они тоже вышли все это ограниченные. Есть школы, которые реализуют не просто общие образовательные программы, а программы профильного типа с углубленным изучением. Такие у нас школы также есть. И пятая школа, и развилковская. Но в целом, в целом, мы приняли для себя такое решение, что начиная с сентября 2016 года у нас из 18, 10 школ, подчеркиваю, будут учиться по пятидневному режиму. А из тех восьми оставшихся в смешанном режиме, о чем я говорю, там буквально у нас только гимназия, началка получается, за исключением первого класса, будет учиться по шестидневной неделе. А остальные школы практически также будут учиться и пять дней, и шесть дней. Понятно, что началка, конечно же, пять дней, а остальные, в зависимости, о чем я говорю, либо это профиль, либо это углубленка. Мы, конечно же, ни в коем случае не должны потерять и качество образования, потому что, если ребенок хочет поступать в ВУЗ определенной направленности, если хотят также получать определенные знания, конечно же, в данном случае придется заниматься больше. И мириться с некоторыми неудобствами. Абсолютно правильно. Но, еще раз говорю, что мы должны прислушиваться абсолютно ко всем мнениям, что, в принципе, мы и делаем, и определенные результаты в этом уже есть. Дмитрий Владимирович, я хотела бы рассказать нашим телезрителям, что управление образованием, оно очень новаторски ко всему подходит, оно в ногу со временем уйдет. И я, например, мониторю ваш инстаграм, и вы находитесь на многих социальных площадках в интернете, где можно посмотреть, чем живет образование Ленинского района. И буквально недавно я видела такой пост о том, что дети из Ленинского района сейчас в Артеке. Расскажите, как они туда попали, кто эти дети, и как остальные, может быть, попасть в эту программу? Ну, вообще, мы особо уделяем внимание оздоровительной кампании детям, чтобы у них всегда проходило и были воспоминания о том, как они проводили не просто школьное время, а именно, как они проводили время, и в том числе, и как оздоравливались. Артек — это совместно с Министерством образования. Мы в том году 12 детей возили непосредственно в Крым и в Артек. В этом году 10 детей у нас улетели в Артек. Но это самые достойные дети, которые себе проявили. Это дети Центра Импульс, которые являются и лауреатами, и победителями и районных, и региональных конкурсов. Ну, что хоть говорить, вы все прекрасно знаете у нас к концу года, сколько было таких конкурсов под эгидой Центра Импульс. Это и Рождество Христово, и наряды для лесной королевы, и пасхальную радость мы проводили в 2015 году, и веснушка, и день славянской письменности. Все вот эти конкурсы, конечно же, проводятся в том числе и с участием этих детей. И они очень радуются. Он изменился, Артек, мы получаем обратную связь. А если в целом говорить про оздоровительную кампанию, мы, конечно же, и дальше будем продолжать это направление. Не могу более того сказать, что в этом году мы планируем оздоровить более 62 детей в Крыму. В том году было 35 совместно, в том числе и с системой соцзащиты Московской области. Да, вот у меня вопрос. В прошлом году нам, как многодетной семье, дали путевки для детей в Крым. Будет ли в этом году такая возможность? Да, я думаю, что в этом даже нет никаких сомнений, о чем я сказал. У нас 62 ребенка, в том году 35, в этом году 62 ребенка. Мы планируем отправить на оздоровление в Крым. Плюс 25, это детей, которые себя проявляют и в области спорта, культуры, образования. Мы планируем также отправить на Черноморское побережье. Помимо этого, мы также создаем лагеря дневного пребывания на наших площадках и школ, и детских садиках. В этом году… Детский сад «Радуга» побил все рекорды в этом году. Абсолютно правильно, потому что там было три смены, и в августе, и в третью смену очень все желали. В этом году мы также планируем их, правда, будет больше площадок. 21 было в том году, в этом году 23. И оздоровить планируем больше детей, если в прошлом году их было 1100, в этом году 1300 мы планируем задействовать. Но и немаловажный факт, я хотел бы отметить, что помимо этого мы также компенсируем, несмотря на то, что сейчас мониторим рынок, путевки возросли, но у нас планируем более 200 путевок. За счет средств местного бюджета мы компенсируем, подчеркиваю, 80%, как и в прошлом году, путевки, которые прибитаются родителями на оздоровление. Вот в совокупе, если в целом говорить, это вот такие большие задачи, которые мы себе перед собой ставим в честь того, чтобы было бы радостно нашим детям, ну и, конечно же, родителям. Дмитрий Владимирович, есть вопросы от телезрителей. Почему, спрашивает Юлия Тихонова, если большое количество желающих поступить в гимназию, не вести тестирование при приеме и по итогам уже принимать решение, готов ли ученик поступить именно в гимназию? Абсолютно правильный вопрос. Я могу больше сказать, я поддерживаю это мнение, мое мнение, я всегда говорю, о том, чтобы, если было бы тестирование или определенное итоговое какое-то испытание по результатам подготовительных курсов, конечно, это было правильно. Законно запрещают из недавних форм? Абсолютно правильно. Новый закон об образовании, который принят, он нет такой формы, как тестирование. И нас, Рособорнадзор и соответствующие другие инстанции, конечно, за это могут наказать. Но в целом, в целом, мы всегда, если определенно есть площадки, сейчас это, как правило, бывает, высказываем свое мнение, чтобы определенное испытание было. Я с вами абсолютно согласен, что иногда, к сожалению, за порогом могут остаться очень талантливые дети. Что я говорю за порогом? Ну, к примеру, они хотели в гимназии, но это ни о чем не говорит, что они не могут себя проявить в другой школе. К тому пример Михалева Маша, которая выпускница Видновской школы номер один, набрала также 100 баллов, и это никак не повлияло на ту школу, в какую она училась. Вопрос от Галины Николаевны. Почему стоимость за детские сады превышает 3000 рублей в месяц? Это дорого. Ну, смотря с чем, наверное, сравнивать, если взять, к примеру, рядом находящийся сад созвездия, там, 30 тысяч рублей, но даже вопрос может быть не об этом, а о том, что, если говорить про Ленинский район, у нас стоимость за детский садик повышалась за 15-й год, по крайней мере, и в мою бытность. Значит, со 145 рублей у нас до 158, восьми она составляет. В этом году стоимость за детский сад повышаться не планируется, не будет. Это я точно заверяю. И в целом, если брать и ту динамику, и среднюю по муниципалитетам, Ленинский район даже не то, что в середине, а в конце, с точки зрения стоимости, в других муниципалитетах намного это выше. Но тем самым, конечно же, это покрывает, за что платится родительская плата. Это в том числе и присмотр, уход и питание. Дмитрий Владимирович, вынуждены вас перебить, потому что еще остались вопросы, а стрелки на часах подгоняют нас, задавать вопросы быстрее. У меня ребенок с ограниченными возможностями. Есть в нашем городе специализированные сады или группы в садах для таких детей? Анна Алексеевна спрашивает. Ну, я советую Анну Алексеевну либо написать мне на почту, значит, Дмитриеволков, собака-инбокс.ру. Если есть контакты, вы мне, пожалуйста, оставьте. Я помогу, у нас есть специализированные сады, он нам не подведомственно, значит, садик 737, который в Расторговой находится. Но ко мне уже приходили, были на приеме, я знаю, по крайней мере, две мамы были. Я обращался в Минобры, мне управление дошкольного образования в этом плане помогали. Мы постараемся помочь. Вопрос следующий тоже касается садиков, но уже звучит так. Будут ли открывать ясельные группы? Кстати, хороший вопрос, потому что помимо той задачи, которая стояла в рамках указа президента, значит, ликвидация очередной с трех до семей, мы не должны забывать о том, как это было и в нашем, наверное, детстве, и когда родители нас водили. Это довольно-таки были очень ранние времена. Сейчас мы отрабатываем в том числе и вопросы, связанные с тем, чтобы мы открывали группы с полутора до трех лет. У нас, по крайней мере, с двух до трех существует на территории городского поселения. В основном здесь больше спрос на такие группы. Два детских садика – это «Лесная сказка» номер семь и «Солнышко девятый». Мы при условии того, что я еще могу говорить, запланировали эти сады, девять детских садов, и, конечно же, по возможности будем эти открывать. Но на данный момент те задачи, которые перед нами стоят, там небольшой процент, всего лишь 15%, который нужно. У нас, если в целом брать по Ленинскому району, порядка 18 охват детей данной категории. В основном, конечно же, это и в Бутово, это у нас и на территории Развилки, и на территории Володарского сельского поселения, и в других. Но, еще раз говорю, самый большой спрос на территории городского поселения видно, и мы это обязательно будем делать. Дмитрий Владимирович, 45 минут эфира истекли, и я сейчас воспользуюсь служебным положением и попрошу вас об одном одолжении. Я уже говорила сегодня о том, что вы в социальных сетях занимаете хорошие позиции, и я хочу, чтобы вы сделали репост сообщения телеканала Видное ТВ о том, что у нас идет акция на старт, внимание, март. И мы приглашаем детей до 10 лет, умеющих бегло читать, пройти кастинг для того, чтобы вести, стать, попробовать себя ведущим погоды. Я думаю, что и сейчас меня многие услышали, кто смотрел наш прямой эфир, и я думаю, что также и вы сделаете такой репостик. И к нам придут ребята, а потом мы их будем с вами смотреть в наших новостях. Спасибо, Елена. Мы обязательно не только репост сделаем, мы обязательно, конечно же, придем с ребятами и попробуем себя в таком, довольно-таки, я считаю, важном и нужном деле. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии был начальник управления образования Дмитрий Владимирович Волков. Спасибо большое. Все вопросы я вам передам, которые не прозвучали. Ну и я так думаю, что у нас много общих дел. Мы еще увидим то, что делает управление образованием в наших новостях. И, может быть, даже затеем какой-нибудь совместный проект. Хорошо. А на этом прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok